Острого дня, господа нажиманы, с вами снова Алексей Пономарев, а сегодня у нас брутальная кухня. Вы прикиньте, я решил вот этой штуковиной сделать окрошечку. Мы только прибежали с улицы, очень жарко, очень по кайфу, и сейчас попробую бритвой сделать себе окрошечку. Та самая наша складная бритва F-Razor. Будем делать на сосисках. Почему на сосисках? Потому что, сугубо мое личное мнение, колбаска вареная, дело, конечно, приятное, но в сосисонах что-то такое хитрое добавляют, причем именно в ганноверские. И они на ура, я вам могу сказать, идут. Что в микроволновом варианте, что в вареном, что в жареном, я вот на ганноверских сосисках в Анапе прям оттягиваюсь, потому что ничего вкуснее не получалось. Причем, странная история, что павровские, что агрокомплексовые, что любые другие, сам сорт называется ганноверский. Я про них узнал только здесь, иногда их нахожу даже в Петербурге, но почему-то ни разу так и не встретил их в СПБ. Может быть, не делаю, хотя не знаю, нет, вроде встретил. Неважно. Сосисоны это главный ингредиент. Я попробую все-таки вот так вот их очистил и еще раз на четвертиночки. И после этого буду их нарубать на вот эти самые сегменты. Могу сказать, что это фрикшн фолдер, который мы делаем давно, и все смеются, спрашивают, а нафиг он нужен, такой маленький странный ножичек. Ну, собственно, примерно из-за этого у меня это видео и родилось. С сосисками справляется хорошо. Если затянуть осевой узел, она вообще складываться не будет. У меня она довольно легко затянута, поэтому вот на длинном потяге, кстати, тоже вполне работает. Чего я забоялся, что она у меня будет дрыгаться. Держать за клинок совершенно не принципиально. А крошку я люблю давно. Ем ее с детства. Я думаю, как любой нормальный советский ребенок. У меня, конечно, будет к вам вопрос, на каком квасе вы делаете окрошку, как часто вы ее делаете на Тане, на Айране, на кефире даже кто-то делает. Мне из всех вот кисломолочек понравилось только на сыворотке, и то я ее ел, черти божечки, когда. Кухонные тесты этой бритвы, конечно, дело прикольное, смешное, но... А что делать? Лето, контент пилить надо, давайте попробуем немножко закулинарить. Очень доволен, что все-таки купил эту несчастную петлицу, которая у нас радио. Как вы видели на пляже, или на пляжу, я так до сих пор не разобрался, она тоже нормально работает. Очень не хочется эту лохматую штуковину вешать на себя. Я имею в виду ветрозащиту. Этот пушок меня, честно сказать, подбешивает. Я сторонник вот таких вот обычных... Что это у нас? Поролонок. Так, сосисы у нас готовы. Нас много, вы не думайте, что это я все один съем. У нас здесь четверо, четверо взрослых, и мы все весьма любим окрошку. Дальше у нас идут огурцы. На югах с огурцами беда. Огурцы петербургские значительно веселее, потому что, видимо, хранение. Это тот самый момент, когда отсутствие солнца – это больше плюс. Здесь все огурцы, которые продаются на базарах, на рынках, они в мокрых полотенцах, под какими-то навесиками, еще где-то. Сохнут, сохнут, вся влага абсолютно уходит, и получается черт что. Вот, смотрите, с огурчиками битвка тоже на огонь справляется. Понятное дело, что я это все делаю медленнее, чем шеф-ножом. Но о чем мне выпендриваться перед вами шеф-ножом? Посмотрите Ивлева или Редмана, и там будет значительно все более интересно, чем у меня. Да, я владею фигурными всеми этими нарезками, но все равно не такой ас. Вот, вот моя стезя, мой профессион де твуа. Огурчики можно, конечно, тереть на терке. Можно тереть на хитрой терке для корейской морковки, чтобы они были такие ленточками. Но мне как-то мелким кубиком, вот этими мелкими сегментами огурец нравится больше в окрошке. Я все вот это тертое чаще ем в холодном борще. Вот, в холодный борщ все эти длинные сегментики отлично залетают. А окрошка должна быть похожа на оливье, которые просто залили квасом. Да, пока выбирали квас, конечно, решили взять бутылочный, потому что попытались взять квас на разлив. Оказался он тут так себе. Я все-таки сторонник того, чтобы в окрошке были газики. Поэтому каждая окрошка, понятное дело, заправляется перед подачей. Газики никуда не вылетают, и каждый льет себе до той степени густоты супа, которая ему хорошо. Так, сколько у меня еще огурцов? У нас сегодня, как мушкетеры, нас четыре. Сколько у нас огурцов? Четыре. Сколько у нас сосисок? Пять. Так, по рецепту обязательно напишите, какую окрошку любите вы, как вы ее готовите, и присутствует ли в вашей окрошке картофель. Я вот картошки не ел уже 300 лет. Ну, не то, что 300, выпендриваюсь, конечно. Но редко я ее употребляю в последнее время. А получается, что она для меня, ну, реально в окрошке лишняя. И в холодном борще, кстати, тоже лишняя. Вообще, что-то я отвлекся от этого продукта очень-очень сильно. Фришечку иногда, конечно, на каком-нибудь фастфуде нет-нет, да зацепишь. Рекламная пауза. Кстати, да, огурец хороший, проверку прошел. Вкусненько. Зацепил кусочек вот этой вот пяточкой у чойла, и один слайд с улетел. Я его потом доем, я прекрасно понимаю, как это в микрофоне громко чавкает. У меня, значит, с сосиским огурец. Что у нас? Зелень-мелень. Я употребляю в окрошке исключительно укроп. Чтобы с ним не долбаться очень долго, я его просто возьму, сложу вот так вот пополам, чтобы он быстрее у меня нарезался. Крупными фрагментами он тоже нормально будет в этом супе холодном, которое называется окрошка, находиться. Мелко сечь мы ее не будем, потому что укропчик должен хрустеть у нас тоже. Не часто употребляю перьевой лук, но в этот раз что-то все изъявили желание, чтобы в окрошке лучок тоже поприсутствовал. Берем одно перо и луковку немножко отрезаем, но ее нафиг. А вот все остальное, даже вот эти колечки, мы, конечно, тоже подрежем. Также в одно сложение и довольно быстро сечем, 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 сечем. Вы не бойтесь, у меня с руками все хорошо. Должно все и дорезаться, как тот самый пресловутый канат, и должно быть все очень-очень вкусно. Пальцы должны остаться целы. Так. Все-таки вот эту луковку я постараюсь дорезать отдельно. Она у нас меленькая-меленькая. Хочется, чтобы и не ядовито было, и чтобы всем досталось. Так. Лучок готов. Ну и, конечно, яйца. Яйца я тоже буду резать мелко, но знаю одну какую-то лютую хитрость. Когда вынимают желток, его разминают со сметаной и добавляют сразу. Я не уверен, что это хороший вариант, но, к сожалению, не пробовал. Если вы пробовали, то обязательно тоже научите меня делать окрошку правильно. Мне хочется, чтобы желток растворился уже сам, когда вы ложкой перебалтываете эту самую окрошечку. Раз. Два. Давным-давно, кстати, у меня была идея сделать кулинарное такое шоу. Ну, не шоу, сеть роликов, сеть роликов, группу роликов. Не знаю, как это правильно назвать. Плейлист отдельный, который называется «Брутальная кухня». К сожалению, «Брутальная кухня» само по себе название кулинарной передачи на точке отрыва. И там действительно большущий татуированный дядька что-то там готовит. Он профессиональный повар, профессиональная кухня. А моя идея «Брутальной кухни» в том, чтобы сделать готовку складными ножами, конечно же, из ассортимента моего магазина, чтобы вы могли посмотреть, как это все работает. И чтобы я мог прочувствовать, как это, блин, все работает. Вот обычной бритвы, которую мало кто вообще воспринимал всерьез. Готовится, знаете ли, суп. Ну, как суп. Холодный суп. Осталось еще одно. Главный ингредиент любой окрошки, я считаю, это правильно выбранный квас. Квасов у нас много, хороших мало. Поэтому я доверяю только проверенным маркам, которые я попил, мне понравилось, и я вот тогда его запускаю на окрошку. Неплохо себя ведет Очаковский из последних времен. Но тут Очаковского не нашел. Взял Староминский. Солить я ее не буду по той причине, что я считаю, что посолить должен абсолютно точно каждый сам. Сейчас немножко поляскаю, потому что это теперь нужно все люто вымесить. На монтаж, к сожалению, меня не хватит, поэтому просто простите меня за эти громкие звуки. Надо было брать пластиковое. Так. Ну и самое главное, нужно снять пробу. Мне кажется, что у меня все готово. Посмотрите, мне кажется, все готово. У меня есть миска. Не люблю старелок. Именно вот такая кисайка должна быть. Вот. И пробу я снимаю таким вот образом. Три ложечки за маму, две за папу и за всех остальных. Сняли, убрали. Посолили. Классная кружка с котиками, между прочим. Я люблю соленую и еще в процессе постоянно досаливаю в самой ложке. Один из главных элементов это лед. Потому что окрошка должна быть для меня ледяная. Поэтому берем лед, кидаем. Ложку сметаны, царскую. И, конечно, только после этого мы берем и делаем все с квасом. Это староминский, газированный. Мне кто-то говорил, что правильно газированный. Надеюсь, это не так. И дальше заливаем. Ну, и самое главное делаем так. Сейчас разболтаю сметану. Всех позову и все круто пообедаем. Пишите в комментариях, нужны ли нам кулинарные шоу со складными ножами. Даже с такими смешными, как складная бритва. Подписывайся на канал. У меня интересно.